Привет всем гостям и постоянным зрителям канала Лариса Косметолог. Меня зовут Лариса и в этом видео я хотела бы рассказать вам о 10 крутых идеях подарков на 8 марта для своих мам, бабушек, тетей, сестер, дочерей или любимых женщин. Если вам интересно это видео, то оставайтесь со мной и желаю вам самого приятного просмотра. В этом видео я хотела бы рассмотреть какие-то наиболее универсальные, но в то же время доступные подарки на 8 марта, которые наверняка порадуют ваших любимых дам. Первая идея подарка это какой-нибудь мастер-класс, на который вы можете пойти вдвоем, к примеру, со своей мамой, бабушкой или сестрой. Это может быть мастер-класс творческий, в плане создать своими руками какую-нибудь глиняную чашу или же мастер-класс по необычным видам кулинарного искусства, например, создание каких-нибудь шоколадных десертов или мастер-класс, к примеру, мексиканской кухни или японской кухни, если такие проводятся в вашем городе. Также это может быть совместное посещение концерта любимого исполнителя или поход в театр. Ведь не так часто мы ходим в театр в последнее время, но вот такое совместное времяпрепровождение, думаю, вашей любимой даме обязательно понравится. Вторая идея подарка – это сертификат на посещение спа-салона или салона красоты, куда могут входить какие-то интересные для вашей женщины процедуры, к примеру, маникюр, прическа, укладка, сеансы у косметолога, расслабляющий массаж, кедровая бочка или что-то еще. Ведь нередко женщины, особенно в нашей стране, любят такие процедуры, но всегда экономят на себе и говорят, что у них нет времени, но когда у них уже будет сертификат на руках, хочешь не хочешь, скорее всего, они отправятся в салон красоты и проведут время приятно и полезно. Третья идея подарка кому-то покажется банальной, но это может быть приятный парфюм. Если вы, конечно, не знакомы со вкусом вашей дамы, то проще купить сертификат в такие магазины, как Ривгош, Литуаль или ДБТ. А если же вы немножечко разбираетесь во вкусах, то можете подарить что-то по своему усмотрению, тот аромат, который любит ваша дама. В этом видео я приведу примеры своих любимых ароматов. Они все, кстати, подходят на весну. Такие свежие, приятные, цветочные. Но вы, конечно же, выбирайте по усмотрению вашей дамы. Четвертый вариант подарка, опять-таки, связан с косметикой и бьюти-темой. Это органайзер для косметики. Сейчас великое множество от весьма бюджетных, которые продаются в фикс-прайсе, к примеру, или на Вайлдбери снимала хороших экземпляров. Пример я вам обязательно сейчас вставлю. Также могут быть и какие-то более дорогие, более эксклюзивные, такие мини-комодики, к примеру, из натурального дерева. Это может быть конкретно для декоративной или для уходовой косметики, а может совмещать в себя обе функции. Ну, конечно же, в зависимости от того, сколько косметики у вашей женщины, которой вы будете дарить подарок, такого размера может быть и органайзер. Пятая идея подарка, это непосредственно не сама декоративная косметика, а то, что нам помогает ее наносить. К примеру, набор кистей для макияжа, особенно в том случае, если ваша мама или бабушка не особо баловалась раньше кисточкой, вы можете подарить такой набор и рассказать, показать, продемонстрировать, для чего предназначены данные кисти. Или же это могут быть спонжи для макияжа, к примеру, маленькие, но очень удобные спонжи от Real Techniques, которые по качеству, я думаю, практически не уступают известному бьюти-блендеру, но намного доступнее и продаются в многих магазинах, или же их можно заказать на iHerb. Следующая идея подарка, вы можете подарить уже готовый бьюти-бокс, то есть коробочку красоты. Я своему мужу на 8 марта заказала подарить мне коробочку от Ирены Влади, тем более это последний выпуск ее коробочек. Я еще ни одной раньше не заказывала, и поэтому мне захотелось запрыгнуть в входящий поезд и заказать эту зимнюю коробочку, где очень много классных продуктов. Она успела прибыть вовремя к 8 марта, и я вот буду с удовольствием пользоваться этими средствами. Также бьюти-боксы выпускают многие другие замечательные блогеры, от самых известных типа Крыгиной, и менее известных, но не менее хороших, например, как Мария Бешко, у нее замечательные продукты, натуральная косметика, уход за лицом, телом, волосами. Зимняя коробочка чудо-продукт с четырьмя маслами. Как только я распаковала эту коробочку, по всей комнате сразу разнесся очень приятный аромат эфирных масел. Первый я вытащила бутылочку с чудо-маслом для волос, антицеллюлитное чудо-масло, чудо-масло для тела, и последнее это 100% натуральное марокканское органовое масло. О таком подарке стоит позаботиться чуть-чуть заранее, хотя бы за две недельки, но в любом случае, особенно если женщина, которой вы хотите сделать данный подарок, сама вам намекнула о нем, то можете без проблем заказывать. Это очень удобно, красиво, и обычно такие боксы уже приходят в очень хорошем оформлении, что не требует дополнительной какой-то праздничной упаковки. Также, если вы не хотите дарить какую-то конкретную уходовую или декоративную косметику, вы можете подарить то, что, скорее всего, пригодится, к примеру, очень качественный и хорошо зарекомендовавший себе бальзам для губ, таких марок, как Carmex или Blistex, в такое зимнее-весеннее время, когда все еще сухой воздух в помещениях, резкий ветер и нередко морозы на улице, такой бальзам с удовольствием оценит ваша мамочка, к примеру, или бабушка, или сестра, или же это могут быть какие-то наборы средств по уходу за руками, за телом, то есть в данном случае, даже если вы не угадаете на 100% со вкусом вашей дамы, ей все равно будет очень приятно, и такие средства более или менее универсальные, и подходят разным дамам. Следующая идея подарка, это может быть какой-нибудь оригинальный аксессуар. Для примера я показала будильник в ретро-стиле, из натурального дерева, очень красиво, ароматично оформлены также. Также на Wildberries от этой же фирмы есть много других классных будильников. В наш цифровой век что-то такое старое и классическое может очень тепло быть принято вашей любимой дамой. К примеру, там есть ежик в тумане и самые сочные расцветки будильников. Можете подумать об этом подарке, особенно в том случае, если ваша дама должна рано вставать на работу и есть такая проблема с просыпанием по утрам, это будет полезный и приятный подарок. Также в тему часов для своей, к примеру, племянницы или дочки можно подарить какие-нибудь прикольные часы. Сейчас такое великое разнообразие часов наручных. Вот, к примеру, я вам покажу образец Алиэкспресс. Он стоил сущие копейки, но выглядит очень прикольно и красиво. Кстати, эти часы я ношу сама, но, как я уже успела отметить, такие часы наверняка понравятся девочке-подростку. Также девочкам в возрасте от 6 до 12 лет наверняка понравятся наборы Лего Фрэнс, ну или какие-нибудь их любимые куклы, феи Винкс, Монстер Хай и прочие персонажи. Девочкам постарше, может быть, уже захочется тоже попробовать что-то из косметической тематики, тот же набор кисточек, что я говорила, или какая-нибудь интересная оригинальная кисть, типа кисточки русалки. Также это может быть подарок на мастер-класс по обучению, к примеру, искусства макияжа повседневного или вечернего. К сожалению, во времена моей школы не было еще YouTube, журналы глянцевые мне были недоступны, я совершенно не умела нормально краситься, и на свой выпускной я сделала просто ужасный макияж. И если бы кто-то в свое время пригласил меня на такой мастер-класс, я была бы невероятно счастлива и избежала бы многих неприятных и глупых ошибок в макияже. Ну, для того, чтобы записать, к примеру, девочку-подростка на такой мастер-класс, нужно узнать, есть ли школы обучения макияжа в вашем городе, и выбрать что-нибудь подходящее. Еще одна классная идея подарка на 8 марта, это подарить декоративные подушки или наволочки к ним. К примеру, это могут быть подушки антистресс. Также это могут быть наволочки из натуральных материалов. К примеру, на том же Алиэкспресс очень много льняных наволочек, просто классного качества, за смешные деньги. Или же это может быть какое-нибудь красивое постельное белье из натурального хлопка с 3D аппликацией. Они выглядят очень красиво. Такое постельное белье выглядит очень красиво, но нередко дамы жалеют денег на покупку такой красоты для себя. Если вы им преподнесете в виде подарка, я думаю, они обязательно это оценят. Ну и как вариант подушек, это могут быть подушки антистресс. Почти все девушки или дамы, которые приходят ко мне домой и видят вот эти подушечки, они просто цепляются в них руками и начинают перебирать эти пайетки. Это очень красиво, приятно и действительно помогает разрядить эмоциональную обстановку и как-то отстраниться от стресса. Ну и раз уж я затронула тему подушек, хотела бы от души вам порекомендовать подарить своей любимой даме подушку из Лусской Гречихи. Таких подушек выпускает сейчас большое множество фирм. Я раньше заказывала на одном сайте, сейчас стала заказывать на Wildberries и также в каталогах Faberlic. Особенно там есть классная подушка, на которой можно сидеть в офисе, такая с массажным эффектом. Бывают маленькие подушки, на которых удобно лежать на диване. И большие подушки размером 40 на 60 и 50 на 70. Причем помните такую деталь, чтобы максимально комфортно отрегулировать подушку под себя, иногда требуется высыпать небольшое количество гречихи из нее, чтобы сделать ее более мягкой и податливой. Ну и последний, возможно, самый банальный, но в то же время доступный и приятный подарок – это цветы. Но советую дарить вашей даме такие цветы, какие она любит. Или это может быть необычный букет. К примеру, букет из разнообразных цветов или же живые цветы. Сейчас такое великое многообразие в цветочных магазинах. Всех с наступающим 8 марта! Пока-пока и до новых встреч!